Продолжение следует... Отчет Минпросвещения, ссылаются на него известия и прочие СМИ и так далее. То есть в сотнях детсадов и в тысячах домов детского творчества в России нет канализации. Товарищи, вот вы так любите внешнюю политику, могут заняться-то сначала Россией. Все нужно. И внешнее, и внутреннее, и космическое, и какая угодно. Но при нерешенных, базовых проблемах людей надо все внимание на базовые нужды наших граждан, людей, самих себя вообще. Уж сколько твердили миру об этом. И вот я в своей монографии описываю, была выпущена блестящая книга публицистическая во Франции периода начала правления Наполеона. Но это не он выпустил, а вообще. Где анализировалась история и ситуация в России. И выстроены были прогнозы самые блестящие, о блестящем будущем России, если она не будет, так сказать, тогда воевать с Францией, а если займется внутренними делами. Ну, Александр первый. И дальше мы видим. Провальные, нет реформ, потом запоздалая реформа Александра Второго. Из-за запоздалых и половинчатых реформ его прибили и так далее. Потом до Ипатьевского дома большевики, бандиты-большевики обманули вот это недореформированное население и так далее и тому подобное. Канализацию надо делать, товарищи.